Мини-экспо в Караганде Чем порадовали школьники и студенты области вы узнаете через пару секунд В поселке Курма состоялся турнир по Эшкурес в памяти ветеранов Великой Отечественной войны, братьев Уткинбаевых Выпускники школ смогут получить бесплатное профессионально-техническое образование Сколько грантов выделят на Карагандинскую область узнавали наши корреспонденты Наша фракция будет рассматривать дальнейшим механизм внедрения данного бесплатного технического образования, необходимое финансирование Обо всем более подробно Школьники и студенты Карагандинского региона придумали способы экономии электроэнергии По их словам, получать электричество можно от ветра, солнца и других природных явлений Свои проекты они представили на областной выставке-форуме «Казахстан. Моя страна» в рамках Мини-экспо-2016 Победители поедут на республиканский конкурс защищать честь шахтерской столицы В выставочном зале буйство красок Школьники и студенты демонстрируют свои разработки Форум проходит в трех направлениях Социальные проекты, фото, конкурс, зеленые технологии и научно-технические разработки Также в зале представлены композиции из переработанного мусора На выставке представлено около 150 инновационных проектов и авторов Простые школьники, которые мечтают увидеть свои работы на Экспо-2016 Проект альтернативного электроснабжения при помощи вот такого вот электрогенератора Может решить проблему экономии электричества при помощи природных дел Авторы этого проекта – школьники из Балхаша Школьники Ерсултан Махаев и Нурасаламантай из Балхаша придумали умный дом Который будет освещаться при помощи ветряной электростанции На разработку ушло почти полгода Ребята потратили на макет около 10 тысяч тенге Приехали на выставку с учителем А студент Карагандинского индустриально-технологического колледжа Рафаэль Кочнев придумал аналогичный проект добычи электричества для Майкудука Получается общая стоимость проекта, вот мы рассчитываем для Майкудука 1 миллиард 250 миллионов Если на данный момент этот проект реализовать, то уже через 3 года этот проект у нас окупится Организаторы форума отмечают – идеи у ребят неплохие Все проекты были отобраны и проверены на уникальность В основном школьники раскрыли тему электроснабжения, экологии И защитили макеты новых туристических объектов, парков И даже не обошли тему охраны окружающей среды Самое главное – интерес детей, заинтересовать ребенка, родителей Потому что это общий проект Получается, здесь работает семья, школа и ребенок вместе Форум в рамках мини-экспо проводится четвертый год подряд Победители получают гранты и возможность реализовать свои наработки Лучшие из лучших следующего года выставят свои проекты на Экспо-2017 Аймамрина Жахсалакнуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский Республиканское общественное объединение «Посади дерево.кз» Совместно с Акиматом города Караганды, Акционерным обществом ФС «Казахстан» И мусоросортировочным заводом ТТК Рассказали о проекте раздельного сбора твердых бытовых отходов Которые вносят существенный вклад в сохранение чистоты окружающей среды Создание новых рабочих мест и дешевого сырья Эти зеленые контейнеры борцы за экологию появились в городе год назад Карагандинцев призывают выбрасывать в них бумагу, стекло, пластик и металл Для того, чтобы отправить на Тимиртауский мусоросортировочный завод И помочь сберечь окружающую среду «Сами мы перерабатываем пока только упаковку из-под бытовой химии Это вот шампуни, моющие средства Все это дробится, перемешивается с песком и делается полимерно-песчаные изделия Полимерно-песчаные изделия – это пока мы делаем люки канализационные Но со временем будем пускать брусчатку, тротуарную плитку и другие возможности такого рода изделия Каждый житель планеты Земля в среднем производит тысячу килограммов мусора в год Если учитывать, что население нашей планеты 7,5 миллиардов человек То каждый год мы производим 7,5 миллиардов тонн только бытового мусора А ведь есть еще и промышленный Все это наносит существенный вред окружающей среде Вот почему неравнодушные карагандинцы всерьез задумались о том Чтобы к концу 2017 года установить зеленые контейнеры по всем районам города Стать примером и вовлечь в эту акцию все города Казахстана И сейчас мы видим, что общими усилиями мы здесь, в Караганде Запустим, можно сказать, самый крупномасштабный проект То есть по результатам данного проекта Караганда может считать себя передовым городом По внедрению раздельного сбора во всей республике Сейчас контейнеры располагаются по большей части в центре города Но, к сожалению, не все жители окрестных домов знают о них Сотрудники компании 2ГИС предложили нанести иконки мусорных эко-баков на карту города При необходимости карагандинцы смогут увидеть расположение зеленых баков, кликнув в программе Новшества приложений будут доступны лишь в онлайн-версии С 2017 года получить профессионально-техническое образование станет легко Выпускники школ не потратят на обучение ни копейки Об этом не раз говорил глава государства в своем послании к народу Депутаты региона обсудили нюансы предоставления грантов, перечень необходимых специалистов И техническое оснащение колледжей для подготовки специалистов-профессионалов За круглым столом в Карагандинском технико-строительном колледже Обсудили план нации 100 конкретных шагов Внедрение бесплатного технического образования позволит предприятиям области Справиться с нехваткой кадров Промышленные производства области нуждаются в инженерах, газоэлектросварщиках, токарях, строителях А также работниках сельского хозяйства В дальнейшем мы думаем, что будем работать с детьми, которые колясочниками называют В этом году уже заложено управлением образованием финансов И будет как только материально-техническая база На сегодняшний день для этих трех специальностей достаточно Для этих 27 учащихся В дальнейшем будет развиваться материально-техническая база В области работают 29 колледжей, которые применяют дуальную систему образования То есть студенты неделями проходят теорию, а затем отрабатывают ее на практике в промышленных зонах Также налажена связь с германскими обучающими центрами Которые проводят различные тренинги для педагогов региона Сейчас наши колледжи готовят специалистов по 15 направлениям Мы будем также инициировать перед акиматами Для того, чтобы те, кто получит образование именно в этих технических колледжах Они затем будут внедряться, как они будут на село И как они будут, допустим, потом трудоустраивать в сельской местности То есть это вопросы подъемных, это вопросы обеспечения соцпакетом Собравшиеся вносили свои предложения, которые тут же были отражены на бумаге Все замечания будут направлены в соответствующие органы Аймам Рене Сламбекоспан Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский Сейчас прервемся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск Оставайтесь с нами По данным Департамента внутренних дел Большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума Компания Galaxy рекомендует Высокопрочные окна торговой марки Galvin И противовзломную фурнитуру Pharnax Которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения Спрашивайте у изготовителей окон вашего города Продолжаем выпуск В областной мечети за праздничным Дастарханом собрались представители разных национальностей, мирно живущие в Шахтерском регионе Гости участвовали в пятничном намазе и разделили трапезу с представителями духовенства За непринужденные беседы наблюдали наши корреспонденты Работники областной мечети называют праздничное застолье символичным Ведь День Единства как нельзя кстати отражает каноны ислама о мире и дружбе народов За Дастарханом собрались порядка 200 представителей разных этносов региона Заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана по Караганинской области УАЭС Джанаев Поблагодарил сотрудников мечети за радушный прием Мы благодарны духовному управлению за ту работу, которая проводится в нашей области в сфере духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения В нашем регионе проводится очень большая работа, направленная на единение нашего народа Собравшиеся за Дастарханом тепло побеседовали Каждый гость отмечал, что такие встречи укрепляют мирные межэтнические отношения Великий пророк Мухаммад, он велел не разделяться на национальности, на расы И всегда держаться за ветвь Всевышнего И всегда быть единомышленниками А имам Ренажак Салак Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский Республиканский конкурс молодых исполнителей «Отанана» Посвященный памяти заслуженного деятеля культуры Республики Казахстан Певца и композитора Батырхана Шукенова Впервые проводился в городе Кызыларда Участие в нем принимали 25 конкурсантов со всего Казахстана Возрастные ограничения от 18 до 30 лет В состав жюри вошли Роза Рымбаева, Наджиб Ильданов, Яков Хан, Рамазан Тайманов и Мадина Садвакасова Участники состязались в песенном мастерстве за право стать победителями и обладателями гран-при первого, второго и третьего места Конкурс проводился в два этапа На первом конкурсанты выбирали песню на свободную тему А на втором из репертуара Батырхана Шукенова Первое место заняли Даурен Оразбеков и наш земляк Алибек Шакенов Лично для меня это было как бы, с одной стороны, честь побывать на родине великого музыканта и певца С другой стороны, давно я засиделся, если честно сказать Давно не участвовал в подобного рода конкурсах и так далее Попытать счастье, попробовать самого себя К другим новостям Акушеры Карагандинской области прошли специальную подготовку для повышения уровня своей работы Мастер-классы были организованы в Медицинском колледже города Караганды О новшествах, что были введены в работу акушеров, расскажет Екатерина Афанасьева В стенах Карагандинского медицинского колледжа прошел очередной мастер-класс Подобные мероприятия здесь проводятся регулярно На этот раз название темы – неотложная помощь при ранних послеродовых кровотечениях, геморрагический шок Над актуальностью этой темы задумываться не стоит Несчастные случаи и по сей день случаются Однако, по сравнению с предыдущими годами, их число значительно сократилось В среднем ежегодное снижение составило 3,4% Актуальность этой темы заключается в том, что зачастую в сельском местности, в отдаленных районах Акушерка остается наедине с роженицей, когда доврачебная помощь, ее тактика оказания доврачебной помощи От этой помощи будет зависеть не только исход данных родов, а даже жизнь данной женщины На мастер-класс были приглашены не только студенты медицинского колледжа Караганды, но и практикующие акушерки области Которые зачастую работают без присутствия врача, акушер-гинеколога Их обучают, как суметь оказать неотложную доврачебную помощь Работа ведется по материалам клинических протоколов и приказов Министерства здравоохранения Республики Казахстан Периодически они меняются, а чтобы успевать за новшествами, организуются подобные мастер-классы На сегодняшний день немножко изменились диагностические критерии Акушерских кровотечений, изменились критерии стадии геморрагического шока Изменились немножко медикаментозные препараты, которые мы применяем для лечения После родовых акушерских кровотечений немножко изменилась тактика Повысились требования именно к нашим акушерочкам, как к среднемедицинским работникам И вот обо всем об этом мы сегодня будем говорить и показывать Мастер-класс длился три часа За это время акушеры имели возможность не только получить теоретические знания Но и попрактиковаться на специальных манекенах В поликлинике Гиппократ прошел очередной день открытых дверей Люди, страдающие проктологическими заболеваниями, могли получить консультацию врача совершенно бесплатно Подробнее в сюжете День только начался, а на прием уже пришло 4 пациента, которым не дают покоя проктологические заболевания Сегодня карагандинцы могли не только получить бесплатную консультацию Но пройти ряд обследований с 20% скидкой В многопрофильном медицинском центре Гиппократ дни открытых дверей проводятся регулярно Сегодня мы решили в нашей клинике провести день открытых дверей, посвященных проктологическим заболеваниям Таким как геморрой, анальная трещина, парапроктиты Все это связано с тем, что в нашей клинике появился инновационный метод лечения геморроя Это именно операция дезерторизации геморридальных сосудов Врачи отмечают, что мужчины, страдающие проктологией, обращаются к врачу чаще, чем женщины Скорее всего, это связано с неким стеснением Однако пациент должен настроить себя, что он идет не в гости к другу или знакомому А к врачу, человеку, который осведомлен в данной области И знает, как решить проблему за 5-7 дней Так жительница города Караганда, увидев рекламу о бесплатной консультации Решила посетить врача, хотя и испытывала смущение Решила посетить врача Получила довольно квалифицированную помощь у специалистов И предложили в дальнейшем скидку на лечение Консультации лечения со скидкой И благодарны вообще за то, что проводятся такие мероприятия Как день открытых дверей у проктологов Очень полезная вещь Дни открытых дверей и дальше будут проводиться в поликлинике Гиппократ Карагандинцы, которым интересна консультация по какому-либо заболеванию Смогут получить ее бесплатно Всю дополнительную информацию можно посмотреть на официальном сайте Медицинского центра Гиппократ Екатерина Афанасьева, Улжас Габасов, Александр Церекидзе Первый карагандинский В преддверии 71-й годовщины победы В Великой Отечественной войне в Караганде состоялся турнир по шкрес Посвященный братьям-фронтовикам Айту, Кокену и Ашиму Оскенбаевым Спортсмены выступали в пяти весовых категориях Каждый участник получил медали и благодарственные письма Турнир памяти ветеранов Великой Отечественной войны Братья Фускенбаевых проходят под открытым небом Несмотря на дождливую погоду, в поле поселка Курма собралось немало зрителей Борцы соревнуются в национальном виде единоборств Организаторы турнира раскинули юрты прямо в поле Здесь же готовили солдатские каши Турнир начался с молитвы, ведь неделю назад умер потомок Одного из братьев-фронтовиков Мокатай Ашимов Айту, Кокен и Ашиму Оскенбаевы были стрелками Айту и Кокен захоронены в братской могиле в деревнях России Ашим вернулся домой инвалидом, скончался в 1958 году Дархан Рахметкали занимается единоборствами около двух лет Его в этот спорт привел брат Он выступил в весовой категории 56 килограммов Дархан победитель республиканских соревнований по ушу Саньда Самое главное для спортсмена это подготовка Она решает все Есть подготовка, ты победишь Нет, проиграешь Сегодня у меня был сильный соперник В дальнейшем я планирую поехать на республиканские соревнования Которые пройдут в Петропавловске 19 мая На мероприятии присутствовали потомки у Саньбаевых Организаторы турнира отмечают, что погода, степь и свежий воздух Только закаляют спортсменов Столетиями эти единоборства проводились именно на природе Поэтому спортсмены закалялись Это их закаляло, закаляло их дуть, закаляло физически И вы знаете, даже среди спортсменов практически все восприняли это довольно-таки хорошо Турнир длился весь день Из-за погодных условий в каждом весе выступали по паре спортсменов Все они получили медали Это были все новости на сегодня Благодарю за внимание Если у вас есть интересная информация Звоните нам по телефону 4206-49 Всего доброго Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok